ХАЛЛЁОООО??? Говорили до конца час. Ща, оказывается, что до конца не час, а сто. Що здесь? Тут болты валяются около помойки. В кои-то веке хоть какой-то лут на помойке. Мне кажется на помойке можно найти много лута. Вот каждый раз, когда выхожу выкидывать мусор, я почти всегда вижу каких-то бомжей около помоек. Они там ну ищут лут, значит там можно найти лут? Как мне тебе лук убить? Ага, так... Кстати, а ты бы нам признался, если бы тебе чисто гипотетически прислали костюм клоуна в ковбойской шляпе и заставили надеть за деньги? Заставили сначала, потом скажешь, типа, заплатили бы, предложили бы, заплатили, и хотел сказать, да, тут уже заставили, ну ладно, так и быть, да, да, сказал бы. Привет, точка, скажи, зачем ты в играх везде придираешься к реализму? Понимаю, что не должно доходить до абсурда, точка, но реализм искать в каждом моменте тоже не очень. Игры были бы тогда очень скучными. Здоровья тебе и твоим родным. Я так не считаю. Эти вопросы, типа, чё ты доебываешься к реализму? Я прям сижу и доебываюсь 24 на 7 или что? Я играю, и по ходу игры говорю своё мнение по поводу происходящего в игре, ну пи... Лоу, я не прям всегда доебываюсь. Я играю и озвучиваю своё мнение по поводу происходящего. Помнишь, ты записывал сообщение в лесу? А он в кустах. Готам сделаем сходку фанатов. Будешь нам показывать, насколько человек выносливее оленя. Насколько человек выносливее оленя? Чел, чё за рофлы? Человек выносливее, чем почти все животные. Ты, типа, этого не знаешь, и поэтому пытаешься рофлить с меня? Я уже не первый раз замечаю, типа, годами замечаю такую хуйню. Людишки не знают каких-то базовых знаний о мире. И, типа, пытаются рофлить с чела, который просто банально, ну, типа, образование их в десятки раз. Ты ещё издеваешься? То есть ты не в курсе, да, что человек выносливее, чем почти все животные, чем олени, т.д.? Ты не в курсе, да. И ты рофлишь. Понял тебя? Животные тупо не обладают скоростной выносливостью, поэтому человеку, возможно, выиграли на длинной дистанции. Ну, и то, это было единожды в 1924-м, когда чел, профи-бегун, бежал на длинную дистанцию с лошадью 6 дней. А так хуйню несёшь? Что? А почему тут лошадь? У лошади, очевидно, намного больше выносливости. Лошади, ну, используясь человеком не зря на протяжении истории. На хуй ты сраниваешься оленям? Просто раньше так охотились, так до сих пор в Африке охотятся. За животных бегут, пока оно не устанет. До сих пор всякие там племена охотятся за животными подобным образом. Чела просто берут копьё. Если не получилось со стелса убить животное, они просто за ним бегут, бля, пока оно не устанет. Потому что, ну, человек вынослив. Так ты сказал, что человек вынослив животного. Ну да! Лошадь не животное. При мерзнигрании и охоте робку, они загоняют дичь толпой. Делают ловушки и капканы. Ранят из них, а в конце концов, они бегают за дичью по прямой. Лошадь не животное. Ну, одно из самых таких крутых животных. Мощных. Ты заебёшься, лошадь загонять. Привет. Размышлял над устройством мирозданий и нашёл интересное. И? Вселенной 14 миллиардов лет. Не значит ли это, что бог бросит нас через 200 миллионов лет? Пошёл. Если он создал лучшего из нас по своему образу и подобию. Я ничего не понял. Хуйня, как это? Привет, батя. Есть ли шанс на два части? Я уверен, что ты на неё сгоришь из-за СЖВ. Но на самом деле довольно достойное прохожение истории. Я так понимаю, игра тебе понравилась? Да ёп! Я не знаю ещё второй части, сомневаюсь. Вряд ли я сам без аукциона захочу. Не, я эта пизда, ты меня отвлёк. Блин, а ты виноват, сука! Почему ты позволяешь это случиться? Потому что это не про меня. Или даже её. Нет другого выбора здесь. Есть. Выбор. Либо милая Элечка, либо человеческая раса. Но в планете и так, как бы, ну, по факту, лучше без людей. Тем более они не вымирают даже, они не умирают. Людей не так просто уничтожить, кстати. Ну, типа, все равно, мне кажется, такая инфекция людей бы не уничтожила. Ну, типа, да, очень много бы сдохло, но потом бы они всех перебили зомбаков и заново отстроились бы, по факту. Так что, выбор очевиден для Джоэла. Да и для всех, в принципе, наверное, кто тут может выбрать человеческую расу. Как можно иметь симпатии к расе. В нашей. Это выбор без выбора. Я бы на его месте тоже даже не думал о том, чтобы спасать человечество. Во-первых, человечество уже не спасти. Типа, было бы что спасать? Спасать нужно только близких людей? Она уже ему стала близким человеком? Ммм, так. А типичный пример, кстати, типичный пример, вот, что мне вообще в целом в социуме, в людях всегда невероятно раздражало, то, что вот такие вот ситуации, когда тебя заставляют соврать. То есть, ты хочешь быть честным человеком и жить по-честному, и ситуация, когда тебя заставляют соврать. Типа, поклянись мне, блядь, что все, что ты сказал, это правда. В смысле, блядь? Так, если ты уже подозреваешь, зачем ты заставляешь его врать? Ты буквально заставляешь соврать. Он еще делает такое каменное, да, я клянусь. Мне кажется, это максимально, ну, как бы такая реакция палевная. Типа, клянусь. Разве он не должен как-то, там, не знаю, хотя бы оскорбиться немножко? Типа, слышь, ты че, как-то я вру, блядь. А, все. Невероятно хорошая игра, очень качественная. Не считай проблема, ну, проблема с балансом сложности. Мне баланс сложности не понравился, ужасный баланс. Я думаю, если бы я играл бы, как бы, ну, на какой-то адекватной сложности, то мне бы понравилось намного больше. Но, очевидно, я же хардкорщик. Плохо сбалансирована сложность. А так, все, заебись. Короче, два момента мне не устраивают, то, что нету никаких выборов. Я бы предпочел, чтобы это было как больше Walking Dead. Там, ты можешь хотя бы по сюжету, ну, хоть иногда, местами я делаю какие-то выборы. Там, знаете, 5-6 выборов за весь сюжет. Уже этого было бы, ну, хватило бы, было бы лучше. То есть, я бы предпочел, чтобы это была игра с выбором, и баланс сложности последний мне не по душе. Крича, ну, очень качественная игра. Типа, понравилась, графа супер. Геймплей интересный, реально интересный. Но сюжет, ну, вообще не впечатлил, но такой обычный сюжет. Просто два приятных персонажа с охуенной графикой и анимацией. Понимаете, этого хватает. Все. Короче, круто. Приятным такое поиграть, безусловно. Ну, это, ну, не топ какой-то там, не супер топ. В плане графики, действительно, супер топ. Местами прям кажется, что лучшая графика эвер. Местами, местами. Ну, все получается. Я закончил эту игру. Ну, я не думаю, что она мне запомнится, серьезно. Это просто такая, ну, плотная, качественная игра. Сейчас поставлю игру в Террилисте где-нибудь. Так, думаю, это точно Атир. И подумаем для начала, ну, давайте подумаем, где Атир. Все-таки поставлю выше первого Walking Dead'а. Хотя в Walking Dead'е можно было выбирать, ну, хоть что-то, да. Но Walking Dead'е прям, ну, там, слишком мультяшная игра. И невозможно ставить выше, чем Last of Us. Вот с чем ее вообще можно сравнить? Можно сравнить ее, например, с метро. С метро я можно сравнить, да, с метро. Но метро у меня вроде в Б-тире, да? Метро у меня в Б-тире. Я не помню, почему она у меня уже в Б-тире. Она у меня как-то, ну, там, не особо впечатлила. Просто такая хорошая игра, но не прям суперхорошая. Из А-тира мне ее, в принципе, не с чем тут сравнивать с какими-то похожими играми в жанре. Единственное, с чем ее можно сравнивать из А-тира, это Fable. Но это так, не особо сравнимо. Ну, не знаю, не знаю, куда бы ее все запилить. Выше бесконечного лета или нет? Давайте поставим ее сюда, пожалуй. После Fable. Я не могу поставить ее, наверное, выше Fable. Чего еще не хватило? Вот еще, кстати, один минус. Вот я назвал два минуса, лично для меня. То, что нет выборов в игре никаких. Это, в любом случае, минус жанра для меня всегда. Второе, это сложность, да, хреновая, плохо сбалансированная последняя. А третье, кстати, музыка, если не читать основной темы. Вот это вот основная тема, которая была только что в конце еще. Если не читать основной темы, музыка, как по мне, саундтрека там, в принципе, нету в этой игре. Саундтрек отсутствует, он такой какой-то. Ну, то есть, он не раздражает, это уже заебись. Он довольно-таки атмосферный, он, ну, подходит игре. Я его, блин, вообще не помню, там толком нету саундтрека. Да, пожалуй, из этого поставлю ниже фейбла, потому что нету саундтрека полноценного, как по мне. С моей точки зрения нету саундтрека полноценного, только один основной трек, все остальное даже не замечается. Так что место выше Бесконечного Лета, но ниже фейбла. Ну, блин, понятно, что сравнивать игры разных жанров сложно. Это все чисто понравилось, не понравилось. Все, пожалуй, вот так. И выше второго Resident Evil, разумеется, поставить не могу. Второй Resident Evil, ну, прям слишком охуенный. Игра в целом очень понравилась, но мне это не шедевр. Она мне не запомнится на всю жизнь, я вот так скажу. Это не шедевр все-таки, все-таки не шедевр. Да, жанры ограничены, просто кино. Для меня это тоже лучшая игра в мире. Ну, вы просто мало игр, значит, играли, ну, ребята. Ну, как может быть лучшая игра в мире? Игра, в которой ты просто смотришь фильм, по большому счету. Причем тут разные вкусы на жанры, бля. Ты хочешь сказать, что ты бы предпочел играть игру типа Last of Us, а не типа Detroit Become Human? Вот просто банальное сравнение. Detroit Become Human с Last of Us сравнить, или даже тот же Walking Dead? Walking Dead, понятно, ну, по графике, детализации, по проработке мира, ну, вообще даже близко не сравним. Но, блин, вот что бы вы предпочли поиграть? Масштабную игру типа Detroit'а, или типа Last of Us? Любой адекватный человек предпочит играть типа Detroit'а игру. Ты можешь выбирать, но это интереснее, это лучше. Detroit всегда будет на голову выше, да. То есть, никогда игра типа Last of Us не может стоять наравне с игрой типа Detroit'а. Это же просто лучший жанр, лучшая игра всегда будет. Это намного интереснее, когда ты можешь какой-то управлять судьбой персонажей. Разве не в этом суть игр каких-то, да, что ты управлял судьбой своих героев? Читая книжку, ты воспроизводишь в себе в голове историю, да, или смотря кино. А играя в игры, ты управляешь судьбой своих героев. В этом самое главное преимущество игр. Это самое главное, для чего игры созданы, то, что ты можешь как-то что-то выбирать. А просто кино смотреть, я могу просто кино включить и книжку прочитать. Ладно, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»